Тема благоустройства – одна из приоритетных в Раменском районе. Этот вопрос был вынесен на заседании правительства Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность этого направления и необходимость сохранения высоких темпов реализации региональных программ. Для нас это связано с несколькими важными объектами. Во-первых, благоустройство территории прудов Чернавка. Чтобы наблюдать в режиме реального времени, как выполняются работы, мы установим на этом объекте видеокамера. Это позволит строго контролировать весь процесс не только с точки зрения отчетности, что работы ведутся, а с точки зрения динамики их выполнения. Объем работ, который необходимо выполнить, большой, говорит временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьев. Второй объект благоустройства – бульвар искусств. Там работы только начались, но его сразу надо взять на контроль и планомерно наблюдать за ходом и организацией работ. Еще одно. В плане благоустройства городской территории у нас есть создание и обустройство новой детской игровой площадки. Поэтому объекту РПЗ в год своего 80-летнего юбилея берет на себя инвестиционное обязательство – установить формы. А мы, в соответствии с нашей муниципальной программой, готовим для этого площадку. Четвертое важное направление – комплексное благоустройство дворовых территорий. Данная программа выполнена на 40%. Всего в этом году будет благоустроено 32 двора. Наша главная задача – обеспечить контроль качества проводимых работ. Не менее важно завершить работу в максимально короткие сроки, чтобы наши жители смогли еще в теплое время года оценить те позитивные перемены, которые происходят вокруг них. Что касается дворовых территорий, к сожалению, договоренности, которые у нас были по сдаче новых домов, не исполняются. В июле ничего не сделано. В августе посмотрим. Поэтому необходимо встречаться с главами поселений, самим проявлять инициативу, ездить и стараться, чтобы к сентябрю район выполнил свои обязательства по сдаче в срок плановых 42 площадок. Дополнил Николай Воробьев.